В храме в честь святого Владимира в поселке Станционный Полевской службу возглавляет настоятель прихода святых первоверховных апостолов Петра и Павла, протеерей отец Сергий. В библиях праздник крещения называют богоявлением, потому что в тот далекий день, когда богочеловек Иисус Христос не ради своего очищения, как мы, а ради нашего спасения крестился в Иордании. С этого дня начинается, по сути дела, земное служение Господа нашего Иисуса Христа. Именно после крещения Господь вышел на проповедь, начинает проповедовать, начинает учить, начинает спасать людей. Но те события, которые происходили на реке Иордан, которые мы сегодня воспоминаем и читаем из евангельского повествования, они заключаются в том, что все три лица Святой Троицы были явлены именно в этот момент, когда Господь телесно вошел в реку Иордан, где Иоанн Креститель совершал священное омовение над всем народом, который приходил к нему с покаянием, потому что была известна такая древняя традиция, что человек согрешивший или сделавший что-то плохое, он должен совершать священное омовение, как это было в древнем Израиле. Но Иоанн Креститель, в этом и заключается уникальность его проповеди, говорил именно о том, чтобы человек принес в первую очередь достойный плод покаяния, то есть настроился на изменение своей жизни. Только тогда может совершиться и освящение. После службы протеерей вместе с верующими прошел крестным ходом до Иордании на реке Чусовой. У проруби отца Сергия уже ожидают православные полевчане. Это для нас праздник, праздник и великий, божественный. Столько лет мы эту религию не признавали, а теперь это все разрешено, все в открытую. Мы очень рады, конечно. И вот он долгожданный момент водоосвящения. В этот день у храмов и ключиков выстраиваются многолюдные очереди, желающих приобщиться к святыне. Только в нашем городе таких более 50 тысяч. Желание это настолько велико, что люди не хотят дожидаться следующего дня, когда крещенскую воду можно будет взять без очереди. Водная стихия, освященная вхождением Господа, она для нас является на сегодняшний день целительной. И когда мы молимся в храме, совершаем праздничные богослужения, идем на открытые водные источники освящать воду, и мы понимаем, что благодать Святого Духа действует таким образом, что даже человек в течение всего года, который пьет эту воду, физически даже излечивается. Это факты, которые известны многие и многие и многие сотни лет. Поэтому народ так и воспринимает с радостью этот великий праздник. В первую очередь, конечно же, как и всякий народ, любит, чтобы что-то унести, чтобы то, что ему помогало в течение года. Ну и, конечно, радость о том, что все-таки Спаситель пришел, и у нас есть возможность приобщения к его благим дарам. Ну и, конечно же, в первую очередь, святая вода, которая является освящающей, укрепляющей нашу жизнь. Самые смелые жители Полевского, несмотря на 25-градусный мороз, все же решились на праздничное омовение в честь Крещения Господня. Владимир Алексеевич первый раз опустился в прорубь 15 лет назад. Сейчас считает себя опытным моржом. Ну, раньше занимался постоянно, ну, а потом вроде перестал, ну, а сейчас на Крещение. Это ощущение ни с чем не сравнить, делится впечатлениями Владимир Алексеевич. Чтобы понять, что это такое, нужно собраться с силой духа и окунуться. Вода, говорит, не такая уж и холодная, как кажется со стороны. Главное, после того, как нырнул, хорошо обтереться и попросить здоровья у Господа Бога. Те, кто не решились на столь отчаянные действия, ограничиваются тем, что набирают святую воду в различные сосуды и несут ее домой, веря и надеясь, что такая вода лечит от различных недугов, придает бодрость и здоровье. Ксения Бладенкова, Евгений Просиков, Новости нашего города.